берем крючок 16 18 номер здесь у меня 18 номер я использую крючки фирмы strike или же для этой мушки подойдет крючок тимка 200р нитка самая тонкая какая только я мог себе позволить она 0015 остатки пера и вот такой кусочек перышко гризли приступим к вязанию на месте крепления ёршика проматываем нашей ниточкой остатки удаляем с остатков перьев оранжевого цвета я отщипываю совсем немножечко вот так вот выравниваю и отщипываю перья примеряя сколько ко мне нужно для моих крылышек они должны равняться длине тела нашего нашей мушки сухой остатки отрезаем и крепим на месте крылышек наших прихватили в одной точке поправили и посмотрели подняли вот так ноготочком вверх как они у нас будут смотреться если достаточно если еще они показались вам длинными так как мы не прихватили мы можем еще подтянуть остатки отрезаем на косую для того чтобы не было у нас ступеньки отрезали и теперь аккуратненько проматываем все тело прихватывая перо прихватили доходим до загиба и берем очередную щепоточку перьев для нашего хвостика которые я также беру вот с остатков этого пера который у меня остался отрезаем необходимое количество примеряем отрезали лишнее и в одной точке прихватываем притяжной петлей прихватили посмотрели немножко длинноватый передвинули посмотрели очень даже нормально прихватили для того чтобы наш хвостик хорошо топоршился и держал мушку на воде мы возвращаемся обратно в точку крепления и проводим вот такое делаем движение проводим под нашим перышками где наш хвостик вот как вы видите наш хвостик хорошо теперь топоршится в этой точке берем кусочек силиконовой резиночки как я вам уже показывал вот из таких вот набора я специально даже не отрезаю вязал веснянку у меня осталось прихватываем в одной точке подтянули подтянули в натяжечку прихватили и аккуратненько теперь стараемся почти виточек к виточку чтобы не было у нас неровностей при намотке возвращаем к месту крепления ёршика там где будет крепиться наша грудка от изготавливаться оставили для я не использую армирование проволокой люрексом чем-либо другим для того почему потому что она у нас сухая чем меньше имеет вес тем лучше забросить ее можно даже любой маховой удочкой баллонской удочкой на достаточную дистанцию для того чтобы можно спокойненько было ловить нам рыбу поэтому не только для нахлыста используется эта мушка очень уловистая теперь делаем в одной точке полный оборот сделали с натяжкой и уменьшая натяжку начинаем наши резиночки начинаем обматывать тело формируем сразу сегментацию дошли до места крепления нашего ёршика крепим крепим нашу силиконовую резиночку натянули и отрезали берем наше перышко гризли можно использовать два три цвета сколько вам будет удобно на но так как мое правило изготавливать уловистую мушку из минимума материалов я всегда стараюсь использовать то количество материалов которые необходимы для того чтобы изготовить нам мушку подготовили теперь для того чтобы нам развести наши крылышки нам надо условно поделить остатки бородок пера которые мы здесь вначале закрепили ну приблизительно на две равные части поделили и восьмерочкой не видно вот так восьмерочкой восьмерочкой мы их разравниваем пора подравняли подняли вверх и сделали пару тройку оборотов спереди оставляем нить у колечка вот я вам сейчас покажу пожалуйста как она выглядит видно да вот так разведены наши крылышки подняли наши крылышки вверх оставили нитку впереди наших крылышек и придерживая наши крылышки сзади мы делаем за крылышками парочку оборотиков и переводим удерживая наши крылышки переводим ее вперед перу пару оборотов достаточно доходим до колечко и крепим наше перо вводим все бородочки не формируем небольшую головку остатки пера отрезаем иногда возникает вопрос в том что не удается красиво изготовить головку так как перо не так как вот у меня вышло что значительно симпатично и она не мешает для формирования головки топор шица отрезать аккуратно не получается я беру просто обыкновенную вот такую картонку прокалываю шилом или же даббинговой иглой по середочке или в краешку как вам у вас выйдет вот так отверстие ножницами разрезаю до отверстия вот так раз и теперь я беру и одеваю свою конструкцию на наш как вы видите вот из под колечко я специального так поверну не выглядывает ни одно перышко и мы теперь берем вот так обматываем ровно столько сколько нам необходимо обмотали прорезь нам позволяет обратно убрать не мешая потому что все вот такие приспособления для формирования головки которая имеется в продаже они как видите но чересчур великовато для нашего крючка можно использовать кембрик трубку любое что вы приспособите в качестве удержания бородок пера опять закрепили промотали сколько нам необходимо берем наш узловяз и делаем завершающий узел нам какой как видно перышко здесь вот я еще вот так попробую не получит неладно не мешает делаем завершающий узел как вы видите у нас получился аккуратненький красивый ёршик и в то же время красивая не запачканная головочка делаем пару капель лака и вот и Продолжение следует... Вот. И наша мушка с вами готова к рыбалке. Как вы видите, минимум материалов. Очень уловисто, удобная мушка. Попробую вам сейчас ее вот так показать. Вот как видно. Крылышки у нас стоят довольно-таки симпатично. Тело из силикона не позволяет тонуть. Хвостик и ершик хорошо держат мушку на плаву. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч.